В 2006 году вышла в свет книга Наш «Щелковский Спартак» Она есть у многих любителей футбола В разделе «Кто есть кто» Среди прочих фамилия Колесников Алексей Иванович И скромная, буквально одной строкой, подпись «Основатель футбольной команды Спартак-Щелкова» С успехами того «Спартака» Периоды 90-х-2000-х годов Обычно принято связывать совсем другие фамилии Так кто же он, человек, стоявший у истоков Профессионального футбола в нашем городе и районе Мы разыскали Алексея Ивановича И узнали много интересного о первых годах команды И не только об этом Дома у Алексея Колесникова часто собираются те Кого сегодня принято называть ветеранами щелковского футбола Те, с кем он без малого 30 лет назад Начинал смелый проект Который на долгие годы принес Щелкову футбольную славу Вот смотрите, второй миг был на наши игры И ездили люди смотреть футболистов И спримерли Что создал он? Эта команда, вот она до сих пор И она у нас как бы в основе Это человек, который организовал и образовал футбол Именно на тот момент в Щелковском районе Алексей Иванович Колесников является отцом профессионального футбола в Щелкове Футбол – игра народная Поэтому как зародился он на Щелковской земле еще в начале 20 века Так и присутствовал в жизни щелковцев с тех пор постоянно А к местному текстильщику даже приезжали на товарищеские матчи Московская «Динамо» с Львом Яшиным «Торпеда» с Эдуардом Стрельцовым И другие именитые команды Но с нашей стороны все это был любительский уровень первенства Район на максимум области Пока однажды игрок команды завода «Нихимаш» Алексей Колесников И некоторые его товарищи не решили Надо что-то менять В 90-й год, наверное В 91-й возникла идея создать команду Которая будет выступать на первенство России И, соответственно, дальше выход во вторую лигу И создание футбольного клуба Профессионального У нас всегда были в Щелково футболисты всегда были Но на высокий уровень не выходили Именно Алексей Иванович дал инициативу создать команду И поставил задачи выйти на более высокий уровень И именно он находил игроков и создавал коллектив команды С которым выполняли эти задачи Была идея, а команды не было Ее предстояло собрать Сегодня некоторые считают, что основой для «Спартака» стал текстильщик Команда хлопчатобумажного комбината Которому принадлежал и городской стадион Это не так, говорит Колесников Команду собирали совершенно новую Из местных и неместных Ну, ребята и молодые пришли, и взрослый такой сплав был Ну, опытные ребята, и за счет опыта мы играли Серега с Устом подъездом, как раз Мишка Милосердов Ну, уже такие бойцы, которые огонь и воду прошли Ну, они как раз вот, ребята, собирали здесь команды Я работал на 31-м заводе И немножко сталкивался, и меня немножко знали Ну, посмотрели, вот они пригласили Я еще выступал за «Торпедом и Тищи» Где-то в конце, ну, в 90-м В конец 80-х Вот, оттуда я своих друзей Милосердова, Сухарникова, Зуева То есть ребята такие, королевские Там, Витя Еремкин Вот, здесь сложилось у нас Свои щелковские ребята были сильные Я еще был знаком с Андреным Виктором Александровичем По Калуге Мы его пригласили Пригласили заслуженного мастера спорта Истомина Юрий Васильевич Выступал, который в сборной СССР и в ЦСКА Они нам помогали в организационных моментах Алексей Иванович начинал практически на пустом месте Не было совершенно никакой материально-технической базы Не было того коллектива, который бы это хотел совершить Ну, на пустом месте, можно сказать Было одно большое желание Была группа игроков Которые хотели показать Что они еще что-то из себя представляют Поэтому вот звезды так сошлись Что Алексей Иванович получился Интересно, что вопрос о названии Новой команды даже не возникал Алексей Колесников поставил игроков Что называется, перед фактом Я болезнь Сапатака с пяти лет Вот, и поэтому Это не обсуждалось вообще Я сказал, что команда будет называться спорта Все, никто не возражал Абсолютно Хотя, допустим, Серебряков болеет за Динамо Кто-то за ЦСКА Я ее создавал Я и решал, принимал решение Это мое Команда набрана Название есть Надо начинать играть Нужен результат От которого можно было бы отталкиваться дальше Поехал в Федерацию Московской области Там Виктор Алексеевич Ефремов был покойный Деседатель Федерации футбола области Мы с ним в хороших отношениях были Я говорю, так и так, Алексеевич Ну вот такая задача Не то, что задача Решили попробовать Он говорит Я не могу вам рекомендательное письмо в РФС дать Потому что вы нигде не играете Не играли У вас нет результатов, ничего нет Надо что-то делать Ну мы тут Я говорю А вот зимний перенец области Она подойдет Он говорит Подойдет, его надо выиграть Это была зима 91-92 годов Новая, никому неизвестная Любительская команда из Щелкова Сразу громко заявила о себе Футбольному миру Мы зимние перенецы выигрываем Что всех удивило в области Откуда Ну собрали команду с мир Понятки там И все получилось Результат того зимнего турнира Стал отправной точкой Похода за славой Щелковский «Спартак» Заручился поддержкой Областной федерации футбола И на сезон 92-го года Заявился на первенство России Среди любителей Тогда это называлось Среди коллективов физкультуры Алексей Колесников Принял на себя Обязанности Главного тренера команды И не только Кто помнит Это был труднейший период В жизни страны Рост цен в геометрической прогрессии Продукты по талонам Закрытие многих предприятий У Колесникова Был свой книгоиздательский бизнес И он тогда Оформил к себе на работу Многих игроков Чтобы не думали Как бы выжить А жили И играли в футбол Финансирование команды Он тоже взял на себя Команду Которую он создавал Собирал Он вначале Вообще Содержал На свои деньги Времена-то были Непростые Я скажу 90-е годы Он нам помог В это время Непростое Он нас устроил На работу Мы работали У него Ну грубо говоря Вся команда Футбольная почти Я считаю Что как Савва Морозов Своеобразный Меценат Вкладывал свои деньги Не имея никаких дивидендов Отдавал деньги Где сейчас таких Он вкладывал Своё любимое дело И ему было это Не жалко Он платил зарплату Приезжим игрокам Платил Премиальные И ему Надо несколько Поклониться в ноги У нас таких Меценатов Можно по пальцам Пересчитать По всей России А что касается Игры То дебют Красно-белой команды Из Щёлкова В любительском Первенстве страны Превзошёл все ожидания Спартак занял Второе место И получил право Играть в переходном турнире За выход во вторую лигу А это уже Профессиональный уровень Турнир был выигран Путёвка в класс мастеров Завоёвана И молодая команда Продолжила удивлять Когда мы организовали команду Нас В один момент Пригласили Играть на турнир В Брест Но мы поехали В качестве подготовки К сезону И турнир сыграть Нас никто не знал Там спрашивали А что это за Щёлкова Они нас не брали в расчёт Но засунули в самую сильную группу Ну мы там Выиграли А потом В финале Выиграли у хозяев Итак Цель Колесникова Пробиться с командой В класс мастеров Была достигнута В рекордно короткие сроки Всего за год Вторая профессиональная лига Это уже совсем другие требования К организации процесса К инфраструктуре Даже К названию Путёвку в жизнь Щёлковскому Спартаку Дал легендарный теннисист И спортивный комментатор Николай Озеров На любительском уровне Мы могли выступать Под это название Мы могли Любое название Но когда вы приходите В профессиональный футбол Вы обязаны Зарегистрироваться А Поняла Вот Иначе нас просто Не допустили Я поехал к Озерову Он был в то время Николай Николаевич Был председателем Общества Спартак Он меня очень хорошо принял Потому что Господи Наконец Спартак появляется Многие команды же пропали Было одно время 13 команд Спартака А сейчас оставалось Их две Нальчик был И московский Спартак И мы вот были третий И он довольный Сразу Зарегистрировал Выдал документы все В 92-м году В России была создана Профессиональная Футбольная лига Регистрация в которой Также была Обязательной для клубов Участников На базе команды Спартак Щёлкова В 93-м году Был создан Футбольный клуб Алексей Колесников Стал его первым Президентом А кроме того Алексею Ивановичу доверили Представлять вторую лигу В совете ПФЛ Меня уже в этом году В совет лиги приняли В 92-м году Совет лиги Это был Руководящий орган Профессиональной футбольной лиги Нас было 33 человека Со всех лиг Со всех зон Со второй лиги Нас было 3 человека Вот я из них был Один из них Выйдя в профессионалы Спартак заметно Обновил состав В команду возглавил Местный специалист Виктор Фоменко Заслуженный тренер России Получивший это звание За подготовку Резервов футбола Спартак В этом же году В 92-м году Занял Первое место в зоне Потом в финальной пульке Стал вторым За выход Во вторую лигу И Алексей Иванович Пригласил меня С тему на работу Не секрет Что на профессиональном уровне Большой футбол Требует больших денег Это выезды на игры Прием гостей Система подготовки к матчу Но выход молодой команды В класс мастеров Был поддержан местными властями На многие годы Развитие футбола В Щелкове Оказалось связано С именем Леонида Твердохлебова Конечно у меня средств Не хватало Содержать команды Мы начали поражать людей В хорошем уровне Им надо было платить Я пошел в администрацию Стоит он меня звяжет Он тогда курировал спорта Надо отдать ему должное Алисей Юрьевич меня выслушал И сразу повел к Пашину Пашин был глава района Он тоже выслушал Все это быстро Добрый Все это схватил И говорит Так Свидохлеб вызывается Свидохлеб был его первый дат Вызывает и говорит Вот смотри У нас ребята вышли в вторую риту Команду мастеров Повел в городе И надо ее поддерживать Я тебя назначаю куратором Будешь помогать им Финансово И все прочее Вот с этого момента Мы с ним уже плотно работали ФК «Спартак» был включен В структуру комитета По физической культуре и спорту Администрация района Взяла на себя оплату Заявочных взносов На участие в чемпионате России Частично содержание команды Выплату премиальных А у щелковских болельщиков Появилась команда мечта «Спартак» Дебютант класса мастеров Не прозябал в подвалах Турнирной таблицы А стал настоящей грозой авторитетов Зона была у нас очень интересная Играли в дубли Всех московских клубов «Спартак», «Динамо», «ЦСКА», «Торпеда», «Локомотив» А потом по регламенту Разрешалось пятерым Игрокам Играть за дубль И поэтому уровень был очень приличный Обычно в дублях известные люди работают Или бывшие футболисты Основного состава Таких случайных людей не бывает В каждой игре В каждой игре из основного состава Обязательно кто-то играл Такого не было, чтобы там играли один дублер Никогда не было «Спартак» я помню играл «Тихнов» играл против нас «Кеченов» играл «Ананка» играл Дублером столичных клубов «Спартак» практически не проигрывал Футбольная статистика тех лет подтверждает Что «Локомотив» 2, «Спартак» 2, «Динамо» 2, «ЦСКА» 2, «Торпеда» 2 Все были по силам нашей команде А ведь против вчерашних любителей На поле выходили такие знаменитые и тогда, и сегодня футбольные персонали Как Олег Пашинин, Вадим Евсеев, Роман Шаронов, Владимир Мамином, Дмитрий Ананка, Дмитрий Хлестов, Егор Титов, Андрей Тихонов Алексей Иванович вспоминает, как однажды тренер «Лока» Юрий Семин попросил его в нарушение регламента Выпустить на поле против «Спартака» не 5, а 9 игроков основного состава Я к ребятам зашел и сделал, говорю, вот так вот так Семин просит, чтобы эти играли Да пусть играет Мы там все равно, по-моему, на первом месте шли В общем, для нас это несущественно было, даже если мы их проиграли Ну, мало того, мы их обыграли 1-0 Весь их основной состав Никитин тогда их забил единственный гол с угловом Он орал на них Козлы Восколхозники обыгрались И был разговор такой, что если мы займем место 13-14 из 22 команд Вроде бы сказали, что будет нормально для первого сезона Но мы немножко перепрыгнули это место, мы знали 5-е место В своем первом сезоне в профессиональной лиге «Спартак» оказался в пятерке лучших среди 22 команд А в число лучших бомбардиров вошел Николай Семачев с 17-ю забитыми голами На этих архивных кадрах ежегодная встреча команды с болельщиками и ее чествование по итогам сезона Такие мероприятия были регулярными, поскольку своей игрой щелковские красно-белые доказывали, что им не стыдно смотреть в глаза поклонникам В сезоне 94 ПФЛ была реорганизована и расширена до трех профессиональных лиг «Спартак» оказался в третьей, так как во второй оставались команды, занявшие первые 4 места, а наши стали пятыми Но тот сезон был сверхудачным «Спартаковцы» снова громили дубли столичных клубов И не только в поединках с дублерами они показывали класс Вы видите, можно сказать, исторические кадры из архива щелковского телевидения В сезоне 94 команда играла в Кубке России и дошла, между прочим, до 1-16 финала Этот матч состоялся 5 октября 1994 года в Щелкове Соперником «Спартака» был московский «Локомотив» Самый что ни на есть основной состав под руководством Юрия Семина Вот его можно без труда узнать на импровизированной тренерской скамейке Условия в Щелкове, конечно, не соответствовали статусу матча Но гостям, а не в красной форме, пришлось мириться с качеством площадки На родном поле «Спартаковцы» дали бой столичным звездам Уступили, но с достойным счетом 1-2 Гол в нашей команде на 36-й минуте забил Олег Смирнов По итогам сезона «Спартак» занял третье место И вместе с «Раменским Сатурном» вернулся во вторую лигу Мы все прекрасно помним, как трибуны заполнялись до отказа Как команда добивалась хороших результатов Футбол гремел в Щелкове Ветераны вспоминают, что во время домашних матчей улицы пустели Мужчины собирались на стадионе Домашней площадкой «Спартака» по договору с фирмой «Славия» Бывшим хлопчат-бумажным комбинатом Был ведомственный стадион «Текстильщик» 1931 года постройки Но его возможностей уже не хватало Материально-техническая база клуба требовала развития Тогда это был стадион «Текстильщик» На нем оно было качковатое Росли подорожники и одуванчики И профессиональный футбол на нем показывать Было совершенно невозможно Стояли на косогоре лавочки полугнилые А с другой стороны росли ивы такие плакучие В которых мужики ходили водку пить Имея результат в футболе Колесеньку удалось убедить главу О том, что надо футбол развивать Надо построить стадион Это оставит, во-первых, даст толчок к развитию спорта А во-вторых, оставит о нем память на десятилетия И глава пошел на это Стадион «Текстильщик» передали в муниципальную собственность И началась его реконструкция Которая продолжалась с 1995 по 1998 годы Город получил спортивное сооружение Соответствующее мировым стандартам Деревянные скамейки сменили северные и южные трибуны На пять тысяч мест Было реконструировано основное поле Заменены табло и система освещения Работы велись под руководством куратора И главного болельщика команды Первого зама, а потом уже главы района Леонида Твердохлебова Его роль огромная, она не в становлении команды Его роль в финансировании команды Поддержку команды Во-первых, строительство стадиона Это же самый лучший стадион в области Практически Во второй лиге такого стадиона не было Ни у кого в России Только вот сам Алексей Колесников Следил за реконструкцией уже как болельщик В феврале 95-го года он передал управление клубом Своему помощнику Владимиру Никологорскому И так получилось, что в клуб он больше не вернулся Но «Спартак» еще несколько лет продолжал играть, побеждать Завоевывать призовые места тем составом Костяк которого сформировал Колесников Потому что, как вспоминают ветераны-спартаковцы Он хорошо разбирался и в футболе, и в людях И умел подбирать игроков Редкое природное качество, между прочим Этому нельзя научить Алексей Иванович дает ему должное Что он действительно Как руководитель, как психолог Он мог команду сплотить Мог найти ребят Которые подходили по духу команды Потому что одно дело взять там больших игроков Но еще неизвестно, пишет ли он состав или не пишет Он не просто брал хорошего игрока, а брал хорошего человека То есть практически не было, как сказать, промахов с его стороны по футболистам Его роль самая большая Это умение создать коллектив Который решает поставленные задачи И именно коллектив Дружный, у нас всегда была дружная команда И руководство было с нами в хороших отношениях И я не помню, чтобы у нас какие-то скандалы в команде были А именно он создал вот эту атмосферу Хорошую команду, хороших ребят Мы никого не отчисляли никогда У нас никогда не было Хотя у нас приходили и уходили Но у нас всегда было хорошо Во всяком случае, скажу так Уютно чувствовал каждый себя в коллективе Строгость, дисциплину навел И не надо было там караулить Кто чем занимается вне футбольное время Да, все знали свой режим дня и распорядок Эти качества пригодились Колесникову в дальнейшем После Щелковского «Спартака» он продолжил заниматься селекционной работой В разных футбольных клубах В том числе в высшей лиге Работал, как сейчас бы сказали, футбольным агентом Задача которого подбирать игроков Честно говоря, конечно, по первое время мне тяжело Ушел из команды, которая отдал все А потом постепенно я познакомился с очень великим любящим Ларисом Бонин Который до сих пор меня знает и помнит С Черевским, с Далматовым, там, в Сучу, в Ирхом Ну, там, в Биндзе он, да, работал в двух командах Он до сих пор вспоминает и всем рассказывает Говорит, я на свою тренерскую жизнь У меня никогда не такого не было, как с холестиком Была 100% селекция Через меня же много футболистов стало проходить Это комплектование команды Я считаю, что это самое ответственное место И самая ответственная работа Потому что как ты отработаешь, так команда будет и играть У Алексея Ивановича большая дружная семья Трое детей и пять внуков Работа дочери и сына связана с футболом Организуют учебно-тренировочные сборы для команд И выезды для болельщиков Дети пошли по моим стопам Занимаются футболом Ира, младший, старший, младший сын Занимается спортивным туризмом Работает на очень высоком уровне, я так считаю Потому что у них 7 команд, например, лиги С десяток команд первой лиги Плюс сборная России Работы, конечно, очень много Я ее не вижу Мы живем вместе Я ее не вижу, она приходит в 11 с работы И потом папа, привет, привет Я пошла спать Мы связаны напрямую с футболом И очень приятно сейчас, когда приезжаешь на Лигу Чемпиону Вот буквально два дня назад Встречаешь тренера дубля, ракомотива А он оказывается воспитанник папы И он когда узнал, передавал тебе большое привет Это мой внучок Как звать? Никита Никита Один из пяти В футбол играет? Нет Я ездил в локомотив два года Я сразу сказал, что футболисты не были Вот так вот Дедушка все знает Дедушке виднее Вот такой он, Алексей Колесников Основатель и первый президент Щелковского футбольного клуба «Спартак» Успех этого его проекта Повлиял на развитие в Щелкове других видов спорта Высших достижений Детского футбола, а также спортивной инфраструктуры Была образована дочерняя, позже ставшая самостоятельной команда «Спартак» Щелкова по мини-футболу Еще более успешная, чем «Большой Спартак», которая завоевала в 2005 году Кубок России При участии губернатора Бориса Громова был построен универсальный спорткомплекс Подмосковья А потом и другие спортсооружения Первым районом, в котором Борисович Громов У него программа была О развитии спортивных сооружений По Московской области В первый район Вложил в Щелковский И рядом С стадионом Открытым Был построен универсальный спортивный манеж Подмосковья От одной идеи сделать хорошую футбольную команду Развитие пошло как круги по воде Щелково стало заметным названием На спортивной карте Подмосковья Он изменил не только отношение к спорту Но и изменил и облик города нашего Потому что с успехами «Спартака» Город стал мелькать в спортивной прессе центральной Да, сюда стало приезжать телевидение центральное Снимали матчи Именно в этом его заслуга А после этого уже нас сдали не только в области, как я уже сказал А и далеко за пределами нашей области История профессионального футбольного клуба «Спартак» Увы, завершилась в 2009 году О чем можно только искренне сожалеть Игра была красивая Вот что главное Народ шел Если бы стояла задача в первую лигу Мы бы ее достигли Отголоски того «Спартака» сегодня можно встретить на ветеранских турнирах Ни одного из них Алексей Колесников старается не пропускать И вообще не теряет связь со своими «Спартаковцами» До сих пор, спросите его, он знает всех своих ребят сначала И вот сколько он был, кто где играл И до сих пор мы созваниваемся, интересуемся Он знает про всех, кто где играет И ветеранами встречаемся Так что жизнь продолжается Этот человек изменил мой мир Изменил мой город Поэтому о нем нельзя не помнить Это человек, который заслуживает гораздо большего Чем он до сих пор получал А не получил он ничего Он не получил даже простой грамоты Я хочу, чтобы о нем помнили Пожелать Алексею Ивановичу огромное-огромное здоровья Также позитива, радости ему Пусть также приходят наши игры, смотрят, радуются Я ему могу только пожелать здоровья Удачи в своей жизни И поблагодарить за то, что он сделал Ирина Микеда, Александр Оржевский, Валерий Жиглей Щелковское телевидение Субтитры создавал DimaTorzok